Здарова народ, попали на канал Дядя Некит, и сегодня у нас с вами будет последний ролик в 2020 году про FIFU Mobile 20. FIFU Mobile 20 совсем скоро уже уйдет на свой очередной закат. И сегодня я решил снять последний ролик на эту тему, где я вам покажу лучшие паки в этой FIFU за этот весь год. FIFU Mobile 20, лучшие свои паки, что мне выпало. Также покажу лучшие моменты, связанные со мной в этой календарном FIFU Mobile году. Ну и также немножко поговорим о предстоящей FIFU, и что бы я хотел бы устроить в новой FIFU. Вам не задолбалось слышать фразу «поехали» либо «погнали» от меня? В каждом ролике я ее говорю, а то и по три раза. Но это уже стало фирменным стилем. В FIFU Mobile 20 было очень много всяких разных интересных событий, как и, в принципе, и паков, и вообще всего, игроков, карточек, развез, господи, сколько всего было. Было очень много бомбежки, было очень много радости и счастья. Особенно от того, что я ловил Тоти уже на протяжении трех лет подряд. Прямо сейчас вот мы с вами его открываем. Здесь, конечно, пожалуйста, любой кандидат Тоти. Я молю бонусный набор кандидатов, и здесь нам выпадает... Я думала, это мастер, блин, это Жорди Альба. Какой хер, 89 рейтинг. О, господи, Жорди Альба. Как вы знаете, этот год не был моим в плане FIFU, потому что я на какое-то время вообще забросил FIFU. И я это открытым текстом говорил, то, что меня не интересует контент FIFA, и я не хочу ее больше снимать. Меня интересовал на тот момент контент про Спартак. Я хотел снимать про Спартак. Очень много всяких разных видосов. Рубрик, подрубрик. Кстати, скоро рубрика «Наследники Черякова. Ждите». Ну, в принципе, я очень много всего делал разностороннего, но не хотел быть как-то правильно блогером одного контента, как многие сейчас это делают. Хотел быть обычным FIFU, знаете, или там обычным челленджером, или обычным Спартаковцем. Я хотел что-то разнообразить, и чтобы было вам и смотреть интересно. Но и у меня что-то получилось, что-то выстрельнуло, что-то не получилось. Сами понимаете, бывает, что что-то получается, а что-то нет. Также на протяжении этого года я старался вернуться в FIFU. Я вернулся в FIFU. Это произошло осенью этого года. Даже, можно сказать, летом. В общем, я снял рубрики «Дорога к чемпиону». Я добил 75-ю часть рубрики «Дорога к чемпиону». Офигеть, 75 частей рубрики «Дорога к чемпиону». Рубрики 3 года. В этой FIFU и в этом году, в этой именно FIFU, я не знаю просто, как это говорить. Буду говорить в этом календарном году. В этом календарном году не было таких рубрик, как «Кубок мобильных фиферов» и «Из бомжа в короля». Это традиционные рубрики на моем канале, которые выходили из каждой FIFU в FIFU. К сожалению, этого не было в этом году. Прошу прощения, ребята, но в 21-й FIFU Mobile я обещаю сделать что-то такое. Сами понимаете, очень тяжело было находить народ. И сами понимаете, что у меня было 2 кубка мобильных фиферов на моем канале. Первый был FIFA 18 Mobile, второй был FIFA 19 Mobile. И сами понимаете, что очень тяжело быть организатором и участником. Постоянно какие-то ссоры, споры, риски, какие-то непонятки, разлагательства. Короче, кто создавал какой-то большой проект или там что-то такое большое масштабное, тот меня, в принципе, понимает. Также не хотелось упасть в грязь лицом перед вами, своими зрителями. Напомню, что в FIFA 18 Mobile я был участником, а в 19-й FIFA Mobile я был организатором этого кубка, который не доигрался, в принципе-то. И это очень плохо. Но обещая в 21-й FIFA Mobile я постараюсь зацепить именно кубок мобильных фиферов. Может быть даже как-нибудь в этом году проведу, если успею, конечно, совместить и да и в косилу это все. Но я не обещаю, но FIFA Mobile 21 в 2020 году выйдет кубок мобильных фиферов на моем канале. Такое, в принципе, возможно, когда, в принципе, будет плохая погода на улице, и нельзя будет снимать челленджи, и только сидеть дома и записывать кубок мобильных фиферов. Я постараюсь найти медийных людей, которые увлекаются футболом, и у которых на канале там 10 тысяч, 15 тысяч, 100 тысяч, там миллион, миллион, найди такого. Я, конечно же, постараюсь все это сделать, но не обещаю, сразу сказать, не обещаю, но я постараюсь. Ну, в принципе, FIFA Mobile 20, это была такая переходная фифа, переходная фаза из десятилетия в десятилетие. У меня ничего, как правило, не получается, когда из десятилетия в десятилетие я перехожу. На минуточку я сейчас уже третье десятилетие буду, как бы, проживать, понимаете, да? Я родился в четвертом году. Ну, и, в принципе, все. На этом ролик закончился. Он такой будет коротенький в плане обзора вообще, но он будет длинный в плане интересных моментов. FIFA Mobile 20 уходит на свой закат. К сожалению, я так и не сыграл в свой прощальный матч FIFA Mobile 20, прощальные, там, события или еще что-то. Но, ребята, она запомнится в УДЕЩИТ. УДЕЩИТ, она опять отложила свою часть. Кто-то ее очимырил, кто-то ее хвалил. Но я не могу сказать что-то особенное про эту игру. Это очередная хорошая игра. Она мне понравилась как в событиях, как и в паках. Поэтому, к вашему вниманию, лучшие паки Дяди Никита FIFA Mobile 20. Лучшие моменты. В общем, поехали. Будем ностальгировать вместе с вами, ребята. Жму тебе руку, братан. Всем пока. Галер, Кобяков. Тикток. Здорово, народ. Вышла бетка FIFA 20 Mobile. Ну и как обычно, по традиции мобильных фиферов, я должен ее обозреть. Поэтому давайте уже начнем нашу ДКЧ. Сегодня у нас очень много всего интересного. Запаситесь чаем, пирожочком, печенькой, булочкой, тортиком. У нас сейчас сегодня еще будет две элитки в этом видосе. Отлично, я даже об этом не подумал. Давайте посмотрим, что за элитки. Вот так вот нам показывает LeSports. И говорит, элитки это не для нас. Чуваки, всем здорово. И это еще одна очередная часть дороги к чемпиону. Ой-ой-ой, какой хороший проход, блин. Ишиго оттолкнулся, блин, Тиль. Тиль, он разрушитель. И вот такой пас разрез. Опа. И просто запускает туда этого перешечка. Давай-давай-давай-давай перешечка. Под себя. И нащурли просто. И перебросить. Идеально. Просто красавцы. 2-0. За 10 жетонов уел. Уел, охуел. Все, мы качнули этого форварда, этого беста. И теперь у него 82. Маккейн. Добро пожаловать мне в клуб. И 89 на 108. Что? Ааа. Нет. Бля, только не пропускать. Офсайд. Джеки, я лучший. Джеки, я, блин. Джеки, я 100% в лучшую группу матча. Вот награда, вот награда. Эй. Эй. И мы просто ебаши. Вперед. И да, все. С вчерашним роликом очень много изменений. Я вчера сказал, что я готов работать с этим составом. И я свое слово сдержал. Вот смотрите мой новый стартовый основной состав. Мы уже на экваторе. Экваторе это среда. Получается, это середина недельной части дороги чемпионов. Пил. Проходит соревнование. И здесь 109 на 102. Мы играем с украинцами, братан. С украинцами играем. 109 на 102. Спартак 90 рейтинг. Давайте посмотрим состав. Ебать. Головин. Ждал, ждать особого не надо было. 90 у них на 120. У меня 96 на 140. Здесь должна быть и легкая прогулка. Но я хочу посмотреть в первую очередь на Веслея, на Пипе. И на многих вот этих вот ребят давать штрафной удар. Вот такая вот траектория. Беспонятная траектория. И это просто 1-0. Поехали. 70 плюс. У нас сегодня в ролике было 15 игроков, 70 плюс золотых. И закончим этот видеоролик на этой великолепной ноте. Да? Нет? Да? Нет? Иди нахуй, говори. И статы, характеристики, удар. Пацаны, я уже горю от этой карточки. Кстати, скоро на моем канале, если уже не вышел видос с необзором на матч Спартак Ростов, Спартак Локомотив. И плюс. Я открывал паки в паки битвы, ФА20, и хотел вытащить либо Бакаева, либо Мбаппе. Мяч это последняя наша атака. И просто хотя бы пробить, пацаны. Просто пробить. Ударный гол просто рандомом пробил 2-1. Это рандом, пацаны. Рандом в твоем доме, говори. Ларсон, 360. Ларсон, 20-й номер. Хотел бы, чтобы был, конечно же, 23-й. Это было бы круто. Ларсон опек... Ларсон обижал всех! Блядь, Ларсон! Чего? Взяла глазку. Эту рубрике исполняется в третий год. Третий. Но веду я ее уже... 18-й ФИФА Мобайл, 19-й ФИФА Мобайл и 20-й. Я ее веду третий... Третий ФИФА подряд у меня идет. И будет скоро четвертый ФИФА подряд. Это ФИФА 21 Мобайл. Для всех настоящих холдов, кто помнит первую серию, лайк, подписка, красавцы просто. Прямо сейчас вот мы с вами его открываем. Здесь, конечно, пожалуйста, любой кандидат тут. Я молю бонусный набор кандидатов. И здесь нам выпадает... Я думала, это мастер, блин, это Жорди Альба. Какой хер, 89 рейтинг. О, господи, Жорди Альба. Но это не важно. Это было ФИФА 18 Мобайл. Сегодня, 2020 год. ФИФА 20 Мобайл, закат ФИФы. И я тебе, Тимур, предлагаю очень выгодные условия. А именно, я тебе гарантирую очень интересную, эпичную битву. Это как минимум. Второе, очень интересный обмен аудиторией. Ведь моя аудитория практически не ФИФА Мобальная. Она совсем из другой тематики.